По сути, которая нацелена на передачу технологий из исследовательской организации в реальный рынок. Так, мы в порядке, наверное, 7-8 человек. Остальные, очевидно, сочувствующие и равнодушные. А тогда по-другому вопрос задам. Кто в своей постоянной деятельности занимается вопросом передачи трансперотехнологий в реальный сектор экономики? А кто из вас, коллеги, кто-то принимал первый-второй раз, имеет опыт работы в индустрии, на заботе, в промышленном предприятии? Отлично. Ну, собственно, у меня даже сказать нечего. Практически все, кто этим занимается, уже работают. Я хотела, честно говоря, определиться с наблюдением о том, что, ну, по крайней мере, за последние несколько лет сложилось ощущение, что люди, которые работают в центрах трансфера или в центрах коммерциализации, позиционируют себя в качестве, там, брокеров, менеджеров в R&D или инновационных менеджеров, ну, по сути дела, занимаются этим больше с позиции теории, нежели практики. Ну, вот, и я думаю, что, наверное, даже несмотря на то, что сегодня здесь у нас, практически все те, кто этим занимается, реально имеют опыт практический, тем не менее, такая проблема существует. Мы это видим у нас в университете, это абсолютно такая проблема, важная вообще. По сути, отсутствие коммуникации между университетом, между научными лабораториями и индустрией, и отсутствие способности друг друга понимать. Ну, вот, наверное, решением может быть как раз вот умедление в академическую среду людей из промышленности, и, соответственно, идет большой затем класс проблем и задач, которые необходимо решать, начиная от их мотивации, заканчивая разводливанием конфликтов интересов различного рода, вот, и, собственно, это, наверное, для нас, по крайней мере, сейчас это одна из ключевых задач, которые мы перед собой увидим. Есть еще один аспект, который я бы хотела просто поднять на обсуждение, возможно, кто-то из коллег сегодня эту тему дальше разобьет, это история с внешними структурами, которые возникают сейчас вокруг университетов, вокруг исследовательских организаций, которые позиционируют себя как структурой, с которой занимаются трансферами технологий, как технологические брокеры, и, на самом деле, здесь есть определенный тоже ряд вопросов, которые прямо сейчас решаются, это взаимодействие с такими структурами, это выстраивание с ними легитимных отношений, это учет интересов текстом, это восприятие таких структур в качестве точно таких же стейкодеров, как государства или студенты, или внешние заказчики, и, собственно, вот, если к вопросу возникновения вокруг университетов не внутренних структур, центров трансферотехнологий, а внешних по отношению к университету агентов развития, коммерциализации, разработок вузов и исследовательских институтов, если к этой теме сегодня тоже будет интересно кто-то из коллегов этот вопрос прокомментирует, я буду очень рада. Спасибо. Добрый день, господа, дамы и господа, Леван Атанашвили, Российский госуниверситет, совет директора по коррекционизации транспортных технологий. Слышно ли я тихо говорю? На самом деле я практически выназан повторить все, что сказала Мина, потому что много лет назад, в 2006 году создавая первый фонд по коммерциализации и разработок в Сибирске, теперь я не верю, но решали простую задачу. Почему? У нас, с одной стороны, очень много разных фондов, которые направлены на поддержку коммерциализации, утверждают, что нет проекта, но у меня много денег неиспользованных, и это очень много авторов, тысячи десятков тысяч рублей, которые считают, что у них есть чудные проекты, и они получают. Конечно, и тогда мы сделали анализ, статистический анализ по тому, какая часть из средств, которые были размещены в разных меньшинных фондах, премьернальных, корпоративных, федеральных, направленных на целевую фронт, и в акции о «Газпроме» и «Газпроме», и цифра была указающая, она была меньше 12%, самая высокая была «Москва», «Московская область», там все остальное, и, конечно, можно было идти к «Газпроме», он стал логическим путем утверждать, что все враги и все преступники, но, понятно, что когда это не один фонд, а все, надо было искать любые причины, и ответ тогда был очень простой. Вот на тех ранних столетах, когда начинается 16-18, нужны не деньги, а нужны бизнес-анятые, и те владельки любезно называют «трансперменник фокс» – «клеф», и эти люди определенного сорта, это, как правило, миссионеры, у которых хороший термогинский опыт, которые знают потребности по имени на индустрии проработать.